Педагог Татьяна Гвоздухина родилась в Наринмаре в 1948 году. Отец Пётр Лаврентьевич известный в округе Ревизора, ветеран Великой Отечественной. Мама Фёкла Григорьевна занималась хозяйством и детьми, которых в семье было 8 душ. Как вспоминает Татьяна, с раннего детства её сопровождало это. Умножение, деление, сложение, вычитание, полностью всё на счётах. И поэтому я выросла под стук костяшек, когда мне папа сказал, что Таня, пойдёшь в уголтера? Нет, папа, я пойду в педагогию. Я просыпалась, засыпала, под милюнку такую, когда я на счёт. Пётр Лаврентьевич был человеком особой закалки. Срочную службу прошёл ещё в 20-х годах. Воевал на полях Великой Отечественной войны. Участник обороны Ленинграда. Закончил свой ратный путь в Эстонию. Это моего отца, Пётр Лаврентьевича Двоздусина. Вот здесь, в военном билете, у него здесь должны быть все зарегистрированные медали. Это его военный билет. И здесь, значит, это, за боевые заслуги. Потом, значит, за оборону Ленинграда. А дальше уже идут 30-летие победы, 25-летие победы над Германией. Над Германией 50 лет вооружённым силам и 60 лет вооружённым силам. После демобилизации он вернулся в Наринмарк в семье. Комуни с 1940 года, по призыву партии, одно время работал в деревне Чёрное, занимаясь бухгалтерией оленеводческих колхозах и просчётом оленей. Потом, уже в Наринмаре, к ним часто приезжали гости из Тунгри. А семья жила всего-то в двух комнатах коммуналки. А ещё приезжала есть такая большая компания с Тундр за продуктами. Олени у нас стояли все на Смедовича 5. Мы нас на них катали во дворе Смедовича 5. И поэтому очень хорошо, я запомнила, мы даже мясо у нас было там разложено, разрешалось разложить. Ну, мясо сырое я ела, по-моему, не знаю, с какого времени. А у нас места, если не хватало, то я спала в папиной молице. У нас у папы была молица такая громадная-громадная. Потом эту молицу Пётр Лаврентьевич подарил известному в те годы режиссёру Наринмарского народного театра Моисею Аркадьевичу Немчину, который уже уезжал работать в Северодлинский театр, где собирался также ставить пьесу с национальной тематикой. Будущий педагог Гвоздухина вспоминает, что первые зачатки любви к будущей профессии она получила ещё в детском саду, который находился тогда в здании, где сейчас располагается магазин Атлант. Любимая моя заведующая Татьяна Ивановна Ивашевская, вот кто послужил, то что я действительно пошла в педагоги. И куклы-то она шила сама, продавались отдельно в магазине головки. И это потом только пришивалось к кукле, представляете? Вот такими куклами играли мы, таких других кукол не было у нас, только мы шили. Потом в первой школе ей тоже повезло с педагогами. Тогда ещё совсем молодые преподаватели Наталья Парфёнова, Августа Полуэктова навсегда оставили в душе Татьяны самые добрые чувства. А ещё запомнился пришкольный огородный участок, где ребята могли выращивать всё, начиная от морковки и редиски. Видите, мы как выращивали подсолнухи. По пояс есть у нас кукуруза, она у меня в музее, там по пояс кукуруза. Мы же всё время работали на пришкольном участке. Мы построили мастерскую, которая охраняла наш пришкольный участок со всех сторон. Там же стояла громадная теплица. В теплице росло всё. И мы это продавали по небольшой цене и кормили кроликов, покупали кроликами ду, кролики были на участке. И цветы всегда вырастали громадные. И день урожая всегда отмечался. А урожаи были хорошими потому, что школьники сами следили за тем, чтобы их грядки каждый год удобрялись. И они не жалели сил для этого. Мы собирали золу со всех печек. У нас на участке стоял громадный чан для золы. То есть мы каждую весну, только начиная оттаять, мы все печки полностью очищали. Мы ходили с ведрами, с мешками, с чем угодно. И это, представляете, какое количество народу было, шло на пришкольный участок. Конечно, делу ребята отдавались, не считая со временем. Тем не менее, умели они отдыхать. Повзрослев, с ровесниками ходили на танцы. В 60-е годы дискотек еще не было. Танцевали под магнитофон или под оркестр. Молодежную среду уже проникли первые, как тогда говорили, тлетворные, западные танцевально-музыкальные направления. Шейк и твист. Примеры модных движений можно было почерпнуть от старших или из кино. Показываю все сначала. Носком правой ноги вы давите окурок. Вот так. Второй окурок. Второй окурок. Вы давите носком левой ноги. А теперь оба окурка вы давите вместе. Оп-оп-оп. Однако, поначалу такие вольности кое-где и пресекались. В 60-е годы был запрещен черт-100. Но черт-100, вы знаете, где мы танцевали? Там, где семилетка была, четвертая школа, вот теперь эта семилетка же, на углу Почты, как раз на углу Победы, где потом интернал, выставочный зал. Вот как раз в то крыльцо можно было заходить и приходить на танцы в семилетнюю школу. Вот там мы танцевали черт-100. В первой школе не разрешено было танцевать черт-100. Относительно спиртного и беспорядков на танцах было куда-то отстроено. В зале, у туалетных комнат, на входе, везде были так называемые дружинники. Помощники милиции по охране общественного порядка. Дружина создана. И поэтому с повязками все там, это было очень серьезно попасть к дружинникам. А вы кто? Я дружинник. После окончания педучилища Татьяна получила направление на работу в Устьянский район Архангельской области. В деревню с забавным названием Синяки. Там скромный учительский быт скрашивала музыка, а точнее увлечение авторами-исполнителями. У всех на слуху были песни Высоцкого, Акуджавы и Висбор. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. В Синяках, кстати, произошло и первое ее знакомство с запрещенным тогда английским ансамблем Битлз. А две песни ливерпульской четверки полюбились на всю жизнь. До сих пор она бережно хранит тот первый, выпущенный позднее в СССР, диск Битлов. В Синяках я и танцевала под эту музыку, под песни Битлз. Через некоторое время Татьяна Петровна вернулась в Наринман. Работала в Доме пионеров, а потом ее направили инструктором в окружком комсомола. Среди прочих дел она стала курировать пионерские дружины школ города. Под барабанный бой повязывали пионерские галстуки октябрятам. Организовывали различные культмассовые мероприятия, слеты, смотры художественной самодеятельности. Особенно памятным остались годы работы с активом школы номер три. Где ее помощниками были три друга. Тогда еще семиклассники Владимир Долгин, Владимир Порыгин и Андрей Терентьев. Ребята были замечательны во всем, и в учебе, и в общественной жизни. Чуть позднее их вокально-инструментальный ансамбль будет самым популярным среди школьников города. И сейчас Татьяна Петровна в гуще жизни. Она работает воспитателем в школе-интернат, занимается краеведением и мечтает когда-нибудь написать две книжки. Одну о пионерских вожатых 60-70-х годов и другую об истории улицы Смедовича, которая с годами теряет свой прежний деревянный облик. Ведь раньше это была центральная улица города, на которой прошла жизнь многих известных ныне наринмарцев.